Все мне никак не нравится наливание воды через помпу. Сейчас поменял шланг на более тонкий, стоял вот этот вот такой шланг силиконовый. Вот сейчас налью воды. Без клапана все равно ничего не получится. Нужен клапан. Клапан придет только дня через три. Обратный клапан, чтобы вода до верха добиралась, а назад не уходила в бутылку. Тогда меньше нужно прокачки, чтобы воды налить чайник. Ну и здесь вот еще не знаю, как это будет. То есть я трубку удлинил, чтобы она сюда вот была, вниз самый. Чайник сниматься будет нормально. Вот так вот одеваться он будет. Вот так как-то что ли его одевать, хер его знает. Так ставить вот он. Это сюда наклонять. Не знаю. Искал какой-то поворотный механизм, чтобы можно было повернуть. Ничего такого не нашел. По идее надо сюда вместо вот этого шланга мягкий, резиновый. Хотя он тоже мягкий. Надо совсем мягкий такой, который вот как пипка болтается, поискать такой шланг. Тогда да. Раз чайник ставил, он сам туда провалился. Ну вот чайник вставил. Вот так вот примерно. Пробуем качать. Надо быстро качать. Вот видишь, сейчас вода пошла. Вот здесь гораздо быстрее. Даже можно без клапана. Но все равно клапан лучше поставить. Вода уходит обратно. Все равно лучше поставить клапан, чтобы вода там стояла. Раз, пару раз качнула, она уже сразу пошла туда. Почему я это делаю? Ну для удобства. Снимаешь чайник. Во-первых, там он ни хрена не стоит. Нужно стоять держать. А стоять держать минуту-полторы просто так с чайником не хочу. Нужно брать крышку оттуда. Вложить крышку, потом эту крышку убирать. Короче, до хрена делов. Вот. А хочется что-то такого инновационного. Поэтому вот такую штуку мучу. Но даже не знаю, что из этого выйдет. Уже, в принципе, предполагаю. То есть сначала толстый шланг поставил. Ни хрена не прокатывает. Потом брызгает, сюда все заливает. Нафиг. Когда короткий шланг сейчас подлиннее сделал. В общем, короче, ждем еще клапан. Тогда уже нормально. Здесь вот на хомут соединил, а там все без хомутов еще. Нужен клапан здесь сюда вот врезать его. Разрезать. Клапан врезать на хомутике. Посадить. И все. И посмотрим, как там будет дальше. Вот. Опять притащили. Очередной покойник. Вместе вот с этими, да, будет стоять. Кто это вообще? Куда он его затолкает, интересно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А где-то у нас заведенная стоит, просто с толкача что-ли, я просто завел и все. Рано заведенная, значит поедут, так сел в машину, газует как, что она ездит у них или нет, или перекупчики, перекупы, а газель туда что-то не отпускают, газель на стоп нажала, что там водила сидит, странно, и короче машина покатилась назад, они втроем сейчас держали, кстати фонари стоят уже модные на ней, задние такие, а-ля мерседес, что-то не разгазовывает. У меня что-то габариты, да, ну что поехали, куда поехали? Да, просто значит, я с буксира завели, не заводилась, уезжают. Ладно, хорошо, я думал очередного покойника притащили, поставить. Замесел блинчики, чисто на кефире, кефир, яйцо, мука, соль, сахар, и тоненькие получаются, мягкие. Вот приехал этот товарищ покойников своих счищать, вот его Subaru, на ней ездит, а покойников сюда поставил. Надеюсь, а сколько он еще сюда машин притащит? Сначала Nissan был, потом Galina поставил. Еще два места тут есть, можно тоже занять. Приехал до солнышка, здесь мы почистили, наконец-то. Туда я не заезжаю, хотя там тоже почистили, надо попробовать разом заехать. Делать для этого чат-бот, который будет сидеть во чатах и в мониторе. Сегодня у солнышки день рождения, справляю торт вчера делали. Поздравляли, пироги заказывала, не стали делать, просто заказывала пироги. Там какие-то кусочки остались, должна принести. Посмотрим. Здесь встал, сзади ворота со школы. Надеюсь, там все уже выехали, но если не выехали, то выпущи. Бабушка, ты посмотришь? Чего ты в телефон не смотришь? Потому что опять сидишь в этой группе друзья. Алиса, комната? Без конца. Ну ты с мамой пришла так-то. Убери этот свой телефон, что ты в нем без конца сидишь. У тебя другой жизни что ли нет? У меня вообще жизни нет. Начинается. Пирог положить еще? Пирог положить еще? Тебе надо один пирог? Я только дал ему. Дай, вот положи ему, и он потом доест. Я дал маме губой. Вот такой его губой. На, тебе тоже губой. Вот так надо. Маме давать губой. Это сыр, ветчинами. Угу. Ну вот и есть. Папушка. Такой у вас коллектив маленький. Эй, ты что? Эй, ты что? Ну у нас на 50 человек. Зубы чешутся, да? У тебя зубы чешутся? Я только чешу. Зубы чешутся. Да пусть ест, что пристало-то. Из-за цветов поругались, блядь. Не могла им что-ли отдельно каждому по одному цветочку выделить? А остальное сама бы подарила. И все, и проблем нет никаких. А я думала, ты сама пекла. Вот она сам пекла. Ну еще чего. Вот она сам пекла. Когда? Когда сама вкуснее. Когда она пекла? Когда она пекла? Когда она пекла? Ты что пришла меня обсуждать-то? То не так, это не это. В чем дело? Ты что так реагируешь-то? Потому что... Обижаешь, потому что... А я ничего обидного же не говорю. Да как? Так это тебе кажется. Не хочешь, не ешь, блядь. Ты что так реагируешь-то вообще? Тебе бы так сказали. Потому что ты обижаешь. Да я не в каком тоне. А в каком ты себя не слышишь даже. Покажи ей в каком тоне она сказала. Да если я понял, что это обидно. Да это не обидно. Вы что так реагируете-то вообще? Неудачно. Ладно, все. Нахер я вас позвала. Не надо его звать. Да действительно. Только это. Вы что как ненормально это себя ведете? Да, а ты себя ведешь как нормальная. Пришла с недовольной мордой. Сидит в телефоне. Сидит в телефоне без конца. Да действительно, короче. Да? Ты вообще со мной не общаешься. Тебя только твои подружки интересуют. Они тебе много дали, твои подружки-то. Я вообще-то звоню тебе каждый день. Вот когда звонишь, так ты нормальная. Ну я же разговариваю с тобой. Ну вот когда звонишь, так ты нормальная. А сейчас пришла и все упнулось в свой вот этот телефон. И ничего тебя больше не интересует. Я вот в этом минуту. Я немного уверен. Ааа, так больно. Еще вот хочу держать свою руку. Давай трогай. Ванька вот пришел. У него улыбка на улыбку. Да конечно, Ваньки. Какая жизнь-то? Хорошая. Я тоже улыбалась. А у тебя прям плохая. У тебя двое детей? У меня двое детей, зеленая квартира, работают без выходных. Мне ничего не надо, конечно. Вообще ничего не надо. Так это же хорошо. Да, действительно. И есть для кого жить. А как бы что жила? А зачем мне для них жить? Ну, я живу сейчас для них. А потом они уйдут, я осталась одна, бабка старая, вот и все. А больше девок надо было рожать. Да какая разница? Большая. Ты знаешь, папа не выбираешь. Я хочу сегодня девочку. Ну, надо было что-то делать для этого. Хотя бы, там, я не знаю, молиться на космос. Знаешь, папа, девочки разные тоже бывают. Разные, но шансов больше. Валя, ты тоже. Но шансов-то больше у девочек. Вот я и чувствую, что мне очень повезет, наверное. Совсем не так, как бабушки. Я буду вам сказать. Маме. Маме. Просто впереди ожидается не молодость, а уже старость. И я чувствую, что мне будет очень весело. Если, конечно, внуки не будут помогать. Нет, маму сейчас пойдет. На стол думаете. Ну, Ванька может еще. Ну да, я-то сволочь. Ты что? Неблагодарная святина. Конечно, я-то... У меня, может, не рассчитывать даже. А пьет, не знаю уже. Да, на Кузька больше надежды, чем на внуков. Кузька самовоет еще, старая одна сидит. Вот мне-то ушло, чем у детей, по-моему. Можно, значит, с нами жить. Дима, ты слышишь, да? Как и сдохнуло. Дима, о чем мы говорим, слышишь? Как ты думаешь сам, что будет дальше, когда ты вырастешь? Да что ты у него сейчас спрашиваешь? Ну, вот мне просто интересно, вот сейчас. Он сейчас говорит, никто, мы тебя не бросим, трам-пам-пам. А, ну это да. А когда он вырастет, за всем все по-другому. Химия, когда начнется у него. Ты много к маме к своей приезжал? Нет, к маме много приезжать. Конечно, он улыбался, он маму раз в полгода видит. Конечно, он вчера раз был ее видит. Да. Улыбался. У Димы начнется химия, он начнет свою семью создавать. Если ты меня видишь, не нашли туда. И вообще на него все будет насрать, абсолютно на всех. Да, можно на меня вообще не смотреть? Да, Дима? Да, Дима? Вот так бы ты суп бы ел, как торт наяриваешь. Да пусть ест, отстаньте от него. Чего бы вы пристали оба? На Диму надежды нет. На маше бы еще надежда может и есть. Какая-то. Вот на него-то как раз нет надежды. У него это. Гена, понятно, что Гена. По крайней мере, сейчас он ведет себя лучше, чем Дима в этом же возрасте себя вел. Дима, а то Ваня молодцы было. А что ты, Костя, он же живет с матерью в 40 лет. А, ну да, в принципе, ага. Только мне не надо, чтобы они там нажили. На хрен они мне нужны. А я маму открывала. Да. Просто мой себе другой характер. А у Дима ежик, а этот не ежик. Но может превращаться в ежика иногда. Бесполезно. То, что я ему внушал, Диме, мне кажется, у меня все вылетело из башки. Он живет в своей среде, в этой школьной. Среди своих малолеток. Ну, я тебе про это и говорю, что сейчас бесполезно что-то ему внушать. А когда уже не бесполезно, будет уже поздно. Он уже попадет. Максим, ну не надо. Кошки так загибают все. Куда он ушел? Вот что он ушел? Скажи. А все, я ушел, он пошел туда. Шел, шел. Такие дети у дедушки. Это вы мне присылаете? Да, да, да. Бабушка, тебе кто-то писал. А? Тебе кто-то писал. Да нет, это мама мне фотографии ваши присылает с дня рождения. Такая заполучка красивая. Сделал такое лицо. Такое лицо. Такое лицо. Покажи, как ты писать хочешь. Деньги не собираетесь? Вот так вот, 23. Вот человек писать хочет. Вот так вот, вот писать хочет. А какать вот так вот хочет какать. Нет. Я потом тебе подойду. Цветы и деньги. Ага. Ну ладно. Как говорится, хороша ложка такая, деду. Мы вот раньше, когда маленькие были, мы так делали. А это... Так, а так писать хочешь, а так какать хочешь. Вы так не делаете? Да, конечно, не надо. Ну как, мама? Не, ну коллектив-то сам понравил. Коллектив-то понравил. Ты, я. Ааа, помоги, дедушка. Я говорю, класс. Я говорю, ну что получается, значит, коллектив меня поздравляет, а вы, значит, меня что. А я тебя так люблю. Ага. Ага. И вообще, ты нужен за любовью с тобой, да? Ага. И вообще, назвал меня сегодня серым кардиналом. Почему это? Ну он говорит, тебя все так называют у нас на работе. Серый кардинал. Что это у тебя? Не, серый кардинал это... Это человек, который... Черный хозяин, как говорится. Это человек, который... Хозяин всего. Ну вот, например, на Украине президент Зеленский, а командует всем вот этим вот... Ну это как медведик у нас был. Да, да, да. Серый кардинал. Серый кардинал. Серым кардиналом. А у них Ермак серый кардинал. Вот так же и здесь у них на работе есть директор хозяина, а есть серый кардинал, который всем управляет. Иди бабу, что рулется. Не знаю, почему они меня так называют, я ничем особо не заправляю. Но... Ты вот этих с аудиторами как билась? Я тебя подсурую. Ну, даже аудитори признали, что со мной воевать... Бесполяно. Так они ушли? Да. А Ваня такой, говорит, а что, ты пара же уволилась? Я говорю, Ваня, я ничего не понимаю, не уволилась она еще. Я говорю, он ей не все заплатил, может, она поэтому работает. Не увольняют ее. А он такой, Ваня такой, ну да, логично, говорит, она еще работает, ей не платят, а она еще как бы работает. Я говорю, ты же знаешь нашу маму, говорю, и все непонятно всегда. Ну и все. Ох! Я взяла вам маму, еще раз сила. Что там за сила? Ютуб, кстати, глючит в последнее время. Ютуб в последнее время глючит. Ограничение идет на Ютубе. Вадима, что за угол. Все, санкции. Ну, в смысле, не санкции, наши ограничивают Ютуб. Это написать там. Ты заметила, да, Солушка, что Ютуб глючит? Гарантийное письмо на глючит. А, Солушка, ты заметила? Вспомнила, наконец-то, как называется. Что? Гарантийное письмо. Да. Гарантийное письмо. Гарантийное. Я забуду сейчас опять. Гарантийное письмо. Я тебе напомню. Ютуб-то у тебя глючит. Ты пытаешься сериалы своих включить? На телефоне он работает. А, ну я с компанией. Он не работает вот на этом. На Windows. А, у меня тут ссылки мне скидывают на ролики. На обучающих тоже долго открывался. Рутуб моментально работает. А Ютуб, комментарий пишешь, ты уже написал комментарий, а там только одно слово появилось. Да, точно. Потом еще одно слово появилось. Да? Я тебе поэтому и говорила. Ты, ой, да нет. Да это это. Нет, сначала он реагировал на расширение от Гуарти, где такое-то было. Его отключили, стало нормально. Они дальше начинают блокировать его. То есть сейчас Ютуб запускаешь, он еще грузится, грузится, грузится. Нет, а что, он не будет работать, что ли? Я думаю, что нет. Скорее всего, работать будет, но его будут ограничивать так, что ты сам скажешь, да нахер он нужен. Выброси. А он на полезное. А? Ютуб не наш? Ютуб? Нет, это же Гугл американский. А я люблю Ютуб. Не, ну, когда тебе будет вот так вот. Рутуб тоже тупой так-то. Когда Рутуб уже давным-давно стал практически аналогичный Ютубу. Они все коды с него забрали, с Ютуба. Все коды. Сейчас все то же самое. Раньше он тупой был. Раньше он был тупой, потому что деньги ему не вкладывали. А когда началась вот эта СВО, санкции, они резко начали вкладывать деньги в Рутуб. Ну, ВПН они хрен перекроют. Кого перекроют? Их всяких разных много. Кого перекроют? Приложение ВПН. Да это одно приложение. Их миллионы еще выпустят. Смысл-то от этого? Это не получится. Мася! На Ютуб закрыть они не закроют. Они его просто сделают так, что ты ролик будешь смотреть сначала. Нет, а если я так же через ВПН его буду пользоваться? ВПН сам по себе слабый. ВПН сам по себе слабый. То есть у тебя не будет скорости 100 мегабит через ВПН. Максимум 10, 5. Вот. То есть они тем самым вынудят тебя. Да пусть гладят. И, а раз... Такого может пить хоть? Да послушайте. Он улетит. Слышь, а раз на Ютубе, раз на Ютубе, слышь, Куся, я с тобой разговариваю. А раз на Ютубе, значит, смотреть будет невозможно ничего, то все эти блогеры, они все перейдут на Рутуб. Они сейчас не хотят, потому что там мало кто подписывается. Они перейдут на Рутуб. И Рутуб начнет дальше развиваться, понимаешь? А для этого нужно ограничить Ютуб, чтобы ты не мог его смотреть. Картин, сам Ютуб загружается, нажимаешь ролик и ждешь, 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 пока он загрузится. Ты скажешь, да нахер мне этот нужен, я лучше пойду на Рутуб. Этого же автора, только на Рутубе посмотрю. Они уже выкладывают, основные миллионники уже и там, и там выкладывают. Параллельно. Сядь, посиди спокойно, или уйди отсюда. Есть ограничения. На Рутубе 10 гигабайт. Ты не даешь ему попить? 10 гигабайт. Да он пришел цветы смотреть. На Рутубе 10 гигабайт. Выключи его. На Ютубе ты можешь загружать хоть сколько. 10 часов, 20 часов видео. На Рутубе только 10 гигабайт. Все. Вот в чем минус. Большие ролики не получается загружать. Ну посмотрим. Дзен еще этот, Яндекс Дзен. Тоже есть. Я туда, кстати, грузили. Что-то там тоже вот начали, что типа Ютуб перекроют или что, и они на Яндекс Дзен тоже начали переходить. Да. И еще есть ВК-видео. Вконтакте. Ну вот я сейчас политику смотрю только на Рутубе. Потому что там нет ограничений таких, которые там, знаешь, на Ютубе. Как только напишешь украинские новости, все вот эти, все каналы, первые листы, все каналы, это прямой эфир вот этого марафона ихнего идет. Все. Соответственно, они Ютуб заняли. А мы же, мы не можем свой марафон туда загнать, не можем, нас блокируют сразу. Поэтому все наши политические блогеры перешли на Рутуб. Какая-то хрень происходит с этой машиной. Загладывают в салон, фонариками светят, машиной что-то делают. 22.15. Всякий случай подсниму. Посмотрим, чем это закончится. Прожектор я включил, в за эти случаи, чтобы посильнее видно было. Вот они, короче, все посмотрели и сваливают. Что это было? На машине дверь другим цветом. Непонятно. Выходим на работу. Выставил козлятину. Давай. Нужно продлить. Погнали. Ну все, что? Солнышко отвез. Почистили так хорошо. Снег бы хрена. И парковки, короче, завалили. По 22-го просъезда. И машина сейчас там, короче, кто ногами, кто щетками, блин, от этого. Объект. Кто снег чищает с машины? Пытаются, блин, очистить себе выезд, блин. Заехали на тротуар. И все, и получили, блин. Там, видишь, снег собрали, а вывезли не вывезли. Но грейдерами хорошо прошли. Какой-то строительный. Ивека, и евротеч. Да. Добираемся до дома. Сегодня укол не ставил. На мочегонку надо же не попить. Хочу сегодня сделать харчо. И на второе капусту. Тушеную. С жареным окорочком. Такая вот конченая газель. Провода болтаются, блядь. Правый фонарь не горит. Просто, блядь. За машиной вообще ноль. Слежение абсолютно. Сегодня морозы обещают. К вечеру 20. Завтра 30. Посмотрим. Поворот на Серовский тракт. На Нижний Тагил. Вот она 5G. Вышки. Щиток здесь. Внизу. Кнопка совсем отвалилась. Она просто болтается. Сегодня посмотрите, где у меня новая эта панель идет. Она сейчас с Владивостока до Новосибирска. Как бы находится в рейсе. Придет в Новосибирск. Потом уже с Новосибирска, видимо, пойдет. На ЭКБ. Я уже подъезжаю к дому. С ложки. Там проблемы с мониторами. По удаленке зайти не может. Она, короче, мониторы переставит. На правый монитор выходит. И все. Надо сделать, чтобы она переходила на центральный монитор. Закупорка произошла. Произошла закупорка. Переезд, видимо, опять. Что ли? Нет, машин нет. А что стоят туда? Камаз в лоб пришел, блядь. И бодаются между собой. Миксеры и газели. Что тут, блядь? Не уступая друг другу дорогу. Ой, блядь. Детский сад, нафиг. И все сидят в машинах. Никто не выходит. Не дерется. Вот Вольво сдает. Или что там? Назад потихоньку. Закупорились. Там-то вон. Здесь пробочка в эту сторону. И все, конец ее здесь. Там еще легковая какая-то лезет. Вольво сдавал назад, плюнул. Так, Камаз пошел. Эти два бычка таки стоят, блядь. Друг в друга вперлись, блядь. Так, ладно, туда вышел. Там вот еще один. Легковушка зашла. Все стоят. Так, ладно, надо варить харчо. Я думал, что у меня еще скелет остался. У меня не осталось скелетов. У меня крылочки с одной курицей. Два крыла и два корочка. И здесь... Я не понимаю, что здесь. Может, и скелет. А, вот жопа. Это скелет, точно. Значит, это я таю на ожарку. А это на харчо. Томатную пасту. Взял такие на пробу итальянские травы. Здесь... Орегано, базилик, майран, розмарин, чебер, тимьян, шалфей. Добавлю. Вот, чеснок. Надо. Морковка у меня одна еще есть. Да, морковка есть. Чеснок есть. Лук есть. Капуста это на этот. Тушить капусту буду. Да? Кика. Кика. Кеша. 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 Ну, к вечеру двадцатка. Блин, вот эти вот опасно возить. Круги эти, блин, катушки. Стальные. Ну, неправильно расположены они. То есть, от торможения ничего не будет. Им, а вот резко в поворот войти могут укатиться. Так, там что у нас до сих пор стоят? Никак не могут разбежаться. Здесь у верного, короче, видишь, как крыша как рассаяла в этом месте. Значит, тепло уходит. Вот, а вот там, когда тепло будет, будет течь. Сейчас вот тепло идет, да, вот оно сейчас тает, вода скапливается. Потом мороз минус двадцать, минус тридцать, и лед порвет крышу. Потом таять начнет, и все потекло опять везде. Вот нельзя было крышу до конца вычистить. Непонятно. Почистили кусочки, все, денег жалко. Так, все, курицу залил. Поставил на огонь. Сейчас я все сольну немножко. Ну, что ты, блядь, чуть разжопой заскочил, блядь. Раз. Два. Зачем залез-то сюда, скажи? Для чего? А? Зарез-то для чего? Не сиди там. Пускай варится. 50-40 минут достаточно сварить. Ну, замерзшее, закипит 40 минут, да. Морковку почищу, лук. Все это обжарю с томатной пастой, с чесноком и вот этими изолянскими травами. Вот. Потом рис. Надо будет. Промыкный рис-то остался еще. А, хватит. Риса хватит. Кого набирают, блядь. Вот кого набирают, нахрен. Десять раз он, блядь, туда-сюда, нахрен, сдавал назад, да? Блядь, уедь туда, вон там, поставь машину, нахрен. Если там у тебя занято, блядь. Нет, он, блядь, чуть там не задел машину, нахрен. Сейчас там залезть не смогут. Сюда заехать не смогут. И сейчас еще пойдет за рулем какой-нибудь 60-летний, блядь, старик. Который всю жизнь, блядь, на газелях, нахрен, проработал. На газончиках, нахрен. Сейчас ему дали сканью, одиночку, блядь. Вот он, блядь, десять раз туда-сюда катался, вот так. Чтоб туда немножко сдать. Чтоб якобы оставить здесь проход. А нужно было всего, вон туда сдать, жопой туда. Вот сюда жопой, блядь. И стоять здесь ждать, когда там освободится. У тебя тут машинки мучаются. Видишь? Жесть, блядь. Просто жесть, нахрен. И вот, считай, это нормально, блядь. Тут есть немножко ситуация другая, чуть-чуть. Например, да. То есть, если бы он заехал туда, вот так и там встал бы, да, вот так. То какие-нибудь газели, которые сюда на выгрузку учатся, могут его как бы мимо пропустить, нахрен, и встать туда в очередь. Вот. Но я не думаю, что те, которые постоянно здесь газели возят, видят, что стоит машина с верного, значит, приехала база. Так, очередь за ней надо занимать. Она в первую очередь все равно будет выгружаться, чем эти газели. Газели там по две, по три коробочки привозят. Они вон сюда даже встают здесь, отсюда пешком таскают эти коробки. Ну, блин, ну, чем вот так вот мучиться, несколько раз туда-сюда сдавать, при том машинам оставить проход, сейчас какая-нибудь пошире машина, и все. Ну, тут не поедет ли какая-нибудь женщина, которая, блядь, ездить нихера не умеет, просто встанет здесь и будет стоять. Вот, сейчас опять катается туда-сюда. Все, газель уехала, уехала. И что сейчас? Газель уехала уже. Спрыгнул оттуда, что ли? Я думал, что мне там шевелится, забыл уже про него. Сейчас жопой хлопал в машину, нет? Не задел. Сейчас вот здесь заденет угол. Не задел. А как Россию-то может? Что за пацаны? Что, нет, это и Вольво докопались. Вольво Ромина. Они что-то ее высматривали. Они, короче, приехали вот на этой хигне, на Калини, и что-то рассматривают дверь. Может, они дверь долбанули? Открывали дверь и долбанули Вольво. Сейчас надо историю посмотреть. Сейчас посмотрим. Вот он заезжает. Продолжение следует. Аминь. Могу. Ну что Сидим, не выходим Что сидят-то Дальше Все еще сидят Дальше Ладно, следующий ролик Время Вот такое Где они, блядь? Выходим-входим Смешки чуть-чуть вот так перемотаем Вот они выходят, смотрят Сейчас Так Все, смотрим Видишь, свою дверь посмотрел И теперь Вольву смотрит Дверь Видимо, долбанул Долбанул, видимо Смотрит Это что такое За сборище тут пошло Что за группа С какого садика С частного Мосяньки вроде тут не вижу Не знаю Частный садик Надо конить Пошел Как варится Рисы я не стал Весь выкладывать Потому что Что-то Думаю, что Наверное, переборщу Две горсти взял Просто кинул туда Поджарка готова Остренькая С травами Сесноком О, аж Запах острый Такой Еще 7 минут Рис поварится Закину И потом мясо закину Которое уже, наверное, остыло Ну, пусть еще немножко Постывает Чтобы руки не обжигать Мафия взрыхнет Тихоньку тает Таивает Так, ну все Харчо готово Готов Вот и будет Вот и будет харчо Рис, морковь, лук Курица Куриный бульон Итальянские травы Чеснок Мавровый лист Соль Что-то снег пошел Хотя Не обещали Тихонечку засыпает У меня здесь Соль еще пока работает Снегу подкинуло Придется, видимо, чистить Идти Порядочно так Подкинуло И соль моя не справляется Пока тепло еще Вечером 20 Обещаю Пока не застыл Машинговал капусту Уже Курочка почти готова С крылышками Потом Их вытащу А в том, что там осталось Внутри Капусту Поджарю С перегрузом ездят Но эти Да еще ладно То на рынке Самосвалы Эти китайские Четырехосные Те вообще Блин Прямо с шапкой С горкой Сколько там По 50 тонн Хорошо, что не пошел Чистить Опять, короче Снег повалил Конкретный Скорее всего Так и вечером Придется уже Лопатой большой Грейдером Идти Капуста уже тушится Козлятина готова Подушу капусту У меня там хороший Так, ну ладно Все С вторым бином Закончил Открываем крышки И выключаем Дойдет Харчо И тушеная капуста С курицей А сейчас я поеду Вот это идет Без перегруза Да? Или порожняком В такой кузов Входит Почти, блядь 38 кубов 50 тонн Они возят Под самую шапку Блин Ладно, поехал До Балбериса съезжу Не знаю, снег почищу Не почищу Пылесос отказался Дальше работать Ошибка 10 Фильтр забит Я думала, сонышко его почистило Ни фига Алиса Коридор Еще какие-то фантики Блин По на это Ладно, сейчас мы его Вытряхнем Это еще открыть надо Не делал этого Давно Не помню Какой последователь Все это делается Полный Потряхнем Резинки Резинка пригодится Ладно Это потом уже Сонышко Фильтр Пылесос Я его менял Уже Этот фильтр Разок Пылесборник Установлен Обратно Здесь он был Разложим Продолжаем Уборку Пусть Да убирает Не кисло Забилось Вот я в прошлый раз Гонял Не чистили Солнышко Постоянно Чистило Сейчас Все Аллайн Матушка Так Снежочек Закончился Он опять Начнется По-любому Так Милки Идет Ладно Валберес Позже Потому что Тапочки Солнышки Пришли Ей Мерить Надо Поэтому Сначала Ее Заберу Сначала Масю Заберу Потом Солнышко Потом Валберес Чуть не ударил Пальцами Тапочки Спасли Ошибка 10 Видишь Потихонечку Чистим Субариком Поговорил Калина Тоже Ионная Перекупы Говорит Вчера Приезжали Смотрели Потихоньку Чищу Низ Мокрый Из-за соли Соответственно Хороший Износ Идет Полозьев Алюминиевых Ничего Мокрой Мощаньку Забрал Садик За солнышко Покалиниевых Покалиниевых Псих Псих Вот здесь Короче Проблема Вот можно было сделать Одностороннее движение Ну в смысле Этим Самим водителем Сделать Одностороннее движение То есть Ездить Чтобы можно было Ну как бы Вот видишь Вот они лезут сюда Никак вот не получается Проскочить Вот Там же есть Спокойный Хороший объезд Без пробок Безо всего Но они все равно Как бы Здесь лезут И потом стоят И такие проблемы Вечно создаются Сейчас еще более-менее Вечером тут вообще Попозже Все места заняты Вот То есть Местные Да Уже пользуются этим Что они здесь Не едут В лоб Навстречу А едут Там Вокруг Но есть такие Которые Как бараны Упрутся Блядь И начинают Здесь Исполнять Ну процентов 80 уже едет Там Но 20 процентов Все равно Сюда лезут Вот он Лишь повернул Сюда И лезет Не получается Где люди Выходят Где солнышко Может упасть В этом месте В острый блок Долбится Нет Вот так Вот пока Долблю Здесь Дорогу Сюда Выбрасываем Так Ну все Проход Расчистил Утром Солнышко Привожу Сюда Она Не может Залезть Сейчас Нормально Будет Так Ну вот Все Продолбил Другу Здесь Пораскидал Все Теперь Беспрепятственно И люди Будут ходить И солнышко Не будет Тут Кто Блин Стоит Думает Ну то раз Походит Стороной Посмотрим Люди Будут Ходить Здесь Они По привычке Знают Что здесь Пройти Невозможно Да Моисеевич А ладушки Сегодня Подождем Пока Никого Нет Люди Что-то Здесь Не ходят Они Знают Что Здесь Можно Блин Ноги Поломать И Обходят Там Через Рельсы Привыкнут Пару Дней Походят Здесь Увидят С Остановки Здесь Чищены Все Потом Будут Здесь Ходить А так Все Обходят Оттуда Там Через Остановку Никто Здесь Не Идет Так Вот Увидел Дырку Все Молодежь Молодежь И так Спрыгивала С высоты Бабушки Здесь Уже Не ходили Вот Приехала И И Стоит С С Фарами Что Блядь В чем Прикол Выруби Фары Блядь Ну и Что Да Ничего Блядь Вон По-любому ТП Ну и Стоит Слепит Так Моисеевичу Делаем Радужки На кефирчике Нету Больше Кефира Нету Все Можно Балка Дата Ну все Блин Пипец Саша Тут не получает Не нравятся И ярлыки Почему Да все Зависло Вообще Да Слышу Я Не надо Убиться По сто Раз А что Харчо Он не будет Есть Мася Суп Харчо Он не будет Есть Вот Поэтому Оладушки Ему Что Нормально Нормально Дома покормишь У нас нет Нормальной еды Картошки Не могу пожать Обойдешься Перебьешься Да Вместо Спасибо Ну Блядь Да Ходил Открывал Блядь Все сгорело На Не поед Все Нет Да Комалься Не надо Корми Дома В чем Проблема Картошки Отваришь Курицу Вот возьмешь Хорошо Так что это будешь Иди раздевайся Давай как интересно Там все Ну это пока А? Потом будни будут Обычные 20 лет Женщина Там работает Все устраивает Человек Ну как Ладно Так я же попробовала уже Мася Ты что меня не встречаешь Он ест там А мне пришел Приятный голос Какой От Константина Андреевича Да что ты Он в отпуск Прошел Видите И что Мне пришли Отпускные Я говорю Тебе эти заплатили Что ли Залезная дорога Нет Я думала Больничный Может А это Оказывается Отпускный Так что Мамочка Отложи 15 Вот Видала Деньги Ты посли Только Скоро И сделай так Подержи Вот так Сейчас Воспускный Месяц Подержи Денежку Попроси Месяц Вот так У меня нет Налички Я на телефоне Без лифчика Ходишь что ли Без лифчика А что торчит Где Вот Ну посмотри Да он тонкий Просто Ну так не надо Ходить С ситькой Ну На голову Красивая Слышишь Что говорю Ты съел Давай не съел Я уже перевела тебе эти деньги Еще Тебе еще Наелся что ли Больше просил Где что перевела Ну там 15 было Еще Это больничная Попадать Уже Еще Более Надо убавлять На На Еще 15 Это Сколько 30 40 Ну они такие На Тихили Жидкие Накопленные Так они Накопленные Мама Да я отложила Будут по чуть-чуть Драть Ну конечно Жидать на них Да Пока первая Зарплата будет Остас разобрался С элементами От него тоже Должны пройти Вот видишь Жизнь-то настраивается То есть надо было Работу поменять Да Закидываешь скелет То есть это вот Курица У которой Отрезаны Окорочка Передние крылья Вот как бы Корпус сам И немножко Еще отрезана Грудинка Да Грудинка Еще немножко Отрезана Но не вся Все это Варится 50 минут В соленой воде Ну там Подсоленной воде Вот Дальше значит Вынимается курица Засыпается Промытый рис Вот на вот этот Вот этот суп Я кинул Две своих горсти Промытого риса Отдельно На сковородке Жарится Морковка Тертая И лук Нарезанный Туда добавляется Томатная паста Чеснок Целая Целая чесночина Ну целая Чеснок И Итальянские травы Базилик Короче там Много-много Всяких трав Добавляется Все это перемешивается Добавляется Немножко перчика черного Вот Все обжарилось Рис 15 минут Отваривается После этого Кидаешь туда Поджарку Кинул поджарку В это время Пока ты Рис варился Мясо остыло От костей Отделил все мясо И это мясо Все туда скинул Вот Все И Добавил Лавровый лист И все это дело Еще 5 минут Покипело И И выключилось Вот так готовится Харчок Мое Харчок А не какие-то там Фирменные Ногоядины С перцами Болгарскими И так далее Догренища Всяких Ингредиентов Но я вот сделал так У меня было добавлялось Что болгарский перец И помидор свежий Ну тебе и так Нормально будет Будешь суп Не будет Он острый А ладно Ну ладно Давай все Осталось Да Дедушка Что это? Это бабушка Что это? Что там? Что это? Это не пожарок День рождения оказывается Ну вот это не знал Что там? Я говорю Вы как бы Резнали Это Он говорит Это что? Я говорю Честно говоря Даже не знал Это Это Домашний Портвейн Это 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 В магазине Не 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 Продается Нет Это Он говорит Я оттуда Привез О Иди ставь Алиса Комната В нашу копилочку Ты нельзя это трогать Алиса Я только могу Отрогать И тебя Бабушка поставит Домашний портре Виноград Это как сок виноградный Да? Ну да Это он горит Это у нас Прямо оттуда Я говорю Ты Ты еще Кирилл Ну вот Видишь Тут их Какие-то Марки Ненаджанские Это маме Показать Это надо Показать Так можно Ты отойдешь Отсюда А маме Чтобы знать Куда поставить Маме Что-то надо У нас Это вообще Все Все заставлено Уже Тихо Ты что Чуть стекло Не оторвало Ребенок Сюда Что-ли А эту Куда Вот сюда Батарея Батарея Красота Чего там Только нет Какой-то Рай Для алкашей Душка Несна Рай Так Идет Вскрытие Свал Берется Посылки Запакована Хорошо Эмблема Стига Упаковка Упаковка Стига Здесь Заклеено Все Запах Такой Открываем Здесь У нас Такая Штучка Регистрационный Номер Такая Штучка Аккумулятор Воздуходуйки Где у него Вот Четыре Штучки Из этого Синего Провода Зраного Вот так Нажимаешь Он Устегивается И 420 Заряженный Все Отлично Варианты Следующая Упаковка Упаковка Стига Тоже Фирменная Заклейка Открываем 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 Куча документов Опять такой же код Регистрация Регистрация Тут Тоже Коды Какие-то Халмуд Фирменное Зарядное Устройство Вилка Вилка Для начала Съездите Туда И Зачем Посмотрите Что к чему Витали Зарядник Вот Здесь Зарядник Аккумулятор Уставляется У него Вот так Оп Все Так он Будет Заряжаться Работоспособность Я думаю Работает Целый Все С430 Ф Вот А дальше Вася Уже будет Все Все Будет Работать Вася Мне Будет Разбирать Разбирать Его И Внедрять В него Фишку Которую Я буду Подключать Свой Большой Аккумулятор Вот Поставил На зарядку Судя По этому У него 44.4 То есть 12 Элементов 12 Элементов Литий-ионных Соответственно Максимально У него Идет 54 Вольта Максимум Заряд Должен Быть На Элементах Но Зарядник На Заряднике Написано 48 Вольт Короче Квасе Когда Поеду Будем Замерять Промерять Но Работает Заряжает Зарядник Поехал Поехал Доваси Повез фирменный аккумулятор Посмотрим Будет работать Не будет Воздуходуйка Минус 21 Сегодня Что-то пробка Какая-то Блин Здесь Под Подарками Летчиков Там Стрелочников Дальше Еще и Тепловоз Это Тепловоз Который Пассажирский Таскали Раньше На Уфалей Туда Короче Что-то Они сегодня Все Без вагонов Здесь Давай Вася Пробуем Да Четыре Тут тоже Четыре Так Синий Короче Не выбирает Вот так Она работала В тот раз Мы газовали Она не газовала Нормально Все Главное Работает Вот Сегодня Помойка Короче Или ломовоз Или помойка Приехала Поставила Сюда Добре Продолжение следует...